Здравствуйте! Есть вот такой оборот речи. За деревьями потерять лес или за деревьями не видеть леса. Ну, действительно, чтобы разглядеть лес хорошенько, нужно смотреть на него издалека, снаружи. Видно тогда, какая протяжённая пушка. А если вы в глубине леса, что вы видите вокруг себя? Деревья, 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 стволы, стволы, стволы. Ну, я почему-то сейчас берёзовую такую рощу представляю. Короче говоря, сколько этих стволов? Вот соседние 50 метров или соседние 50 километров, неизвестно. За деревьями, давайте, потерять лес. Так вот, есть такая большая проблема в науке. Ну, по крайней мере, она существовала до середины 19 века. Называется нафотометрический парадокс. Если Вселенная бесконечна, в чём были все убеждены в то время, значит, если вся она заполнена более или менее равномерно звёздами, то это значит, что всё небо должно быть у нас, вот, сверкать, быть как в алмазах. Потому что куда бы ни направился бы луч нашего зрения, он везде упрётся, в конце концов, в какую-нибудь звёздочку. Пусть она очень далеко от нас, да, в миллиардах световых лет, но она там будет. Вот. А этого нет, небо по ночам чёрное. Этому долгое время искали всякое объяснение. Придумывали такое структурное объяснение, что вот у нас Вселенная состоит из галактик, так оно и есть, и вот эти галактики в какую-то структуру входят, вот так вот пытались вот разложить, вот объяснить, но как-то вот ничего не получилось. Другое объяснение было бы гораздо более смелым и почти правдоподобным. А это нам мешает видеть облака, непроницаемые для света материи, и облака пыли. Но, говорит, вы знаете, если Вселенная действительно бесконечна, и вся она наполнена светом бесконечного количества звёзд, то эти облака пыли должны нагреться, ну, примерно до температуры поверхности этих самых звёзд. Они должны тоже излучать, никуда не денешься. Всё небо должно быть покрыто сверкающим светом. Всё небо в алмазах, короче говоря. А этого нет. Где же объяснение? Вот объяснение первым получил в 1848 году. Вы не поверите, кто? Его поэт, американский поэт, он вообще, насколько я понимаю, это самый великий, самый значимый из американских поэтов, Эдгар Аллан По. Вот его любимый персонаж, его поэзия Ворон. И вот в 1848 году он написал поэму под названием «Эврика». Так вот, в этой поэме-то он как раз и решил фотометрический парадокс. Дело в том, что он, как и все люди его эпохи, был, безусловно, так сказать, верующим человеком, читал Библию, знал, что мир был сотворён когда-то, да? Так из этого следовало, что мир, раз он сотворён, и раз скорость света, так сказать, конечна, это значит, что за время, прошедшее после сотворения мира, к нам свет мог прийти только от ограниченного количества звёзд. Вот. Мы ещё не увидели всего леса всей Вселенной. Надо ждать бесконечное время, чтобы увидеть этот бесконечный лес. Таким образом, в общем-то говоря, решение фотометрического парадокса объясняло нам, что мир, он не вечен. Не вечен мир, да? Ну вот, ну правда, ему этот парадокс решения не засчитали. В 61-м году этот парадокс вторично решил наш уже российский профессор Йоган Медлер. Йоган Медлер. Он, вообще-то говоря, был хоть и наш российский, но работал в Дерптском университете, город Дерпт. Он же Тарту, он же вот этот вот современный город эстонский. Вот там он работал, ну, видим, по контракту. И он решил эту проблему, да, ну, уже своими научными методами. Но мы-то с вами помним, а это было в 1861 году. Но мы-то с вами помним, что первый раз эту проблему решил сугубо поэт, совершенно очевидным поэтическим путём. Кстати говоря, как вот ни странно, оказывается всё время систематически, что вот эти вот мракобесы, которые вот проповедовали Библию, они то и дело оказываются, так сказать, правы, да? Помните такое высказывание из Библии? Значит, да будет свет, сказал Бог, и появился свет. И только после этого речь идёт о создании звёзд, да? И вот некоторые атеисты в этом сомневались в 19 веке. Ну, как же так, да будет свет, а звёзд-то ещё нет. Так вот, на самом деле, современный астрофизик говорит, да, свет появился до звёзд. Вот так вот. Всех благ вам, удачи, до свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова